Всем привет! Дорогие друзья, на сегодняшнем уроке мы поработаем с трейлером фильма Человек-муравей и оса, который ожидается в прокате 5 июля. Сегодня мы с вами проработаем не только новые слова и выражения, но также некоторые конструкции, которые помогут вам более свободно выражать свои мысли. Итак, приступим непосредственно к нашему любимому английскому языку. Итак, вопросительная конструкция how long? Как долго? Сколько? В данном эпизоде дочь спрашивает своего отца, как долго он уже является Человеком-муравьем. Давайте рассмотрим другие примеры. How long have you been here? Как долго ты здесь? Как долго ты здесь находишься? How long will it take? Сколько времени это займет? Еще пара примеров. How long does it take you to get to work? Как долго ты добираешься до работы? Сколько времени тебя занимает добраться до работы? Обратите внимание, что конструкция how long может относиться не только к категории времени, но также и к категории пространства. Таким образом, с помощью how long мы можем спросить, как долго, сколько по времени что-то длится, а также, насколько длинным является какой-то предмет. Например, how long is the table? Какова длина стола? Итак, в предложении it just sort of happened мы видим интересное выражение just sort of. Просто, просто как бы, как-то. It just sort of happened, говорит главный герой. Это просто как-то случилось. Давайте рассмотрим другой пример. It just sort of evolved. Просто так развивались события. А если мы немного уменьшим это выражение и оставим только sort of, у нас получится что-то вроде, типа, вроде как. Конструкция sort of позволяет немного смягчить наши высказывания и сделать их не такими прямыми или категоричными. Например, Я провел целый год своего рода путешествий по миру. Или Я провел целый год что-то типа путешествуя по миру. Еще один пример. That is sort of interesting. Это вроде как интересно. Здесь мы видим интересную конструкцию. I wish плюс прошедшее время. Данную конструкцию мы используем, когда говорим, что хотели бы, чтобы текущая ситуация или состояние были бы другими. Конструкция I wish переводится Я хотел бы или Как жаль, что что-то не так. Например, I wish you were here. Я хотел бы, чтобы ты была здесь. Или Как жаль, что тебя здесь нет. I wish I could do it. Я хотел бы это сделать. Как жаль, что я не могу это сделать. Итак, полезное слово sim Казаться С помощью глагола sim мы выражаем свое предположение относительно кого или чего-либо. Мы рассмотрим его в составе конструкций. Первая конструкция sim плюс глагол с частицей to. Например, I seem to get your idea. Кажется, я понял твою идею. Еще один пример. He seems to have a temperature. Кажется, у него температура. И в следующем эпизоде мы встречаем еще одну конструкцию с глаголом sim. She seems more intense. Следующая конструкция это sim плюс to be плюс прилагательное. Давайте рассмотрим несколько примеров. She seems to be nice. Она кажется милой. Она кажется приятной. В подобных предложениях, когда мы описываем в общем человека или предмет или его состояние, часть to be является необязательной, особенно в разговорной речи. Таким образом, мы можем сказать She seems nice. Their customs seem weird to foreigners. Или Their customs seem to be weird to foreigners. Их обычаи, их привычки кажутся странными для иностранцев. He seems very nervous. Кажется, он очень нервничает. А в подобных предложениях, как, например, She seems to be good at her job. Кажется, она хорошо справляется со своей работой. To be является обязательным, поскольку мы не в общем описываем человека, а говорим о его конкретном качестве или характеристике. А здесь мы встречаем сразу два слова с противоположным значением. Low – низкий, High – высокий. При этом Low и High мы используем, когда говорим не о людях, а о предметах или абстрактных понятиях. Давайте рассмотрим несколько вариантов словосочетаний с этими словами. Low chair – низкий стул. Low prices – низкие цены. High mountain – высокая гора. High heels – высокие каблуки. Еще одно интересное выражение Why would? Почему это? С какой стати? С чего бы? Например, Why would I go there? С какой стати мне идти туда? Why would I be sad? С чего бы мне грустить? Why would I be angry with you? С чего бы мне на тебя сердиться? You go low, I go high. I have wings. Why would I go low? We're gonna die. I don't wanna die. We're gonna die. Следующее интересное словечко gonna – сокращенный разговорный вариант от going to. Мы работали с данным выражением буквально в прошлом уроке и говорили о том, что мы используем going to или gonna, когда собираемся что-либо сделать, когда у нас есть определенные планы и намерения что-то сделать. Вторая ситуация, когда мы используем выражение going to – это когда говорим о том, что произойдет с большой вероятностью. Давайте рассмотрим примеры. It's gonna rain. Или It's going to rain. Пойдет дождь. Собирается дождь. It's gonna be okay. It's going to be okay. Все будет хорошо. Друзья, наш сегодняшний урок окончен. Вы ознакомились с целым рядом конструкций, которые, несомненно, станут полезными для ежедневного общения. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях и я обязательно отвечу. И помните, самый лучший способ быстро выучить новые слова и выражения – это как можно чаще их использовать в своей речи.